Хочешь изменений? Начни с себя. Депутаты сегодня сделали первый шаг к реформированию Верховной Рады. По крайней мере, положили начало, приняли документ в первом чтении. Какие изменения ждут парламенты? За что еще успели проголосовать нардепы об этом в нашем материале? В первом чтении, но все же нардепы сегодня старались нажимать на кнопки и дали старт сразу нескольким законопроектам, часть которых пылилась в Раде несколько лет. Реформа самого парламента. Ее под куполом обещали ЕС еще на старте нового созыва, и вот наконец-то решились что-то изменить. Правда, не сейчас, а в будущем и первым делом распределение комитетов по принципу Донта. Это происходит в последовательности и в последовательности, когда от большей до меньшей фракции визначают и выбирают уголовок комитетов в зависимости от величины фракции, но в полной последовательности. Этот метод используется в многих европейских странах. Будет честный распредел, честная формула. Кількость мандатов, которые получает та или другая фракция, за конкретной формулой, которая визначена в этом законе, будут распределены посады. Это повернение справедливости, когда четко, в зависимости от того, сколько голосов набрала та или другая фракция, мы получаем право сформировать полноценный парламент, в котором и большинство, и оппозиция будут выполнять свои функции. Новый принцип распределения за основу утвердили, пообещав подкорректировать документ ко второму чтению. Также будут менять и следующий законопроект о количестве комитетов в Раде. Их хотят сократить. Появилась большая количество дискуссий по поводу того, а какие именно комитеты должны быть в следующем скликании, чтобы было не больше 20. В следующем скликании должно не просто оставаться комитет евроинтеграции, а мы обязаны в контексте угоди про ассоциацию значительно поселить функции этого комитета и сделать это уже сейчас. Очень важно правильно сохранить гендерный принцип формирования комитетов. Это непристойно, что у нас в бюджетном комитете нет никакой женщины-депутата. Какие комитеты оставить, какие убирать, депутаты будут решать, готовя документ ко второму чтению. Что предлагает эта реформа? Она предлагает следующего скликания, когда будет формироваться уряд, когда будут формироваться министерства. Под эти министерства будут формироваться комитеты с этими же самыми функциями. Наведу для понимания пример. У нас есть Министерство финансов. Министерство финансов занимается всем. И выдатками, и доходами. Но у нас на сегодняшний день есть окремый комитет вопроса бюджета, членом которого я есть. Окремо есть комитет податковой политики, который осуществует паня Южанинова. И окремо есть комитет финансово-банкерской деятельности. Ну, смысл. Этот законопроект был разработан без нашего видома. А самое главное, что он не вредит сегодняшних реалій, которые склалися в парламенте, когда опозиционный блок, единственная опозиционная фракция с самого начала, которая была в парламенте, она избавлена представительством и руководством никакого комитета. И вот они докорировались, что им уже европейцы сказали изменяться. Но цинизм в том, что они хотят изменяться только в следующем парламенте, Пока нардепы в зале, коалиция предложила проголосовать постановление, которым призывает мир не содействовать строительству России с Северного потока-2. Мы возвращаемся к Европе. Не лезьте головой в газовый зашморк России. Для России газ – это шантаж со оружием. Это не предмет торговли. Поэтому, еще раз, я возвращаюсь к всем, поддержать данную постановку. Ну, а дальше один из неотложных законопроектов авторства президента о нацбезопасности. С его принятием запроваджуется регулирование деятельности органов сектора безопасности и обороны, согласно с нормами и стандартами Европейского Союза и НАТО. Выкористание их лучших практик. Насамперед идет про систему управления и руководства Збройными силами, и другими органами сектора безопасности и обороны, что подвышит их здатность протестовать современным загрозам. Этот документ готовили вместе с экспертами НАТО, ЕС и США. В первом чтении зал его поддержал, однако ко второму практически все фракции подготовили список требований. В первую очередь, это парламентский контроль над службой безопасности Украины. Второе, это посиление общественного контроля. Обороны может быть ограничен только законом про государственную таймницу и больше ничего. Обороны нужно расширить межи закону, потому что Конституция предпочитает, кроме воинской безопасности, это экологическая безопасность, энергетическая безопасность, продовольная безопасность и целый ряд других безопасных виметов, которые в целом становятся вопросы национальной безопасности страны. И все это нужно регулировать до второго читания. Я надеюсь, что этот закон будет как-то быстрее принят. В целом, я удивлюсь, что на четвертом году агрессия рассматривается. Это крайне важное вопрос. Надо значительно раньше делать. Это показывает неудачность нынешней влады прогнозировать, действовать на выдержание. Есть еще одна деталь. Это то, что связано с прозоростью, контрольностью, подзвитностью всех силовых структур. Чтобы был цивильный министр обороны и его заступники. Чтобы под цивильным контролем, чтобы защитить от коррупции и от зловживания, было и Министерство обороны, и Служба безопасности Украины, и другие силовые структуры. Закон выписан так, чтобы, по сути, парламентский цивильный контроль отсутствует. В этом законопроекте не предназначен комплексный, всеохопливающий развиток военно-промислового комплекса. Желтые кнопки нажала, то есть выдержалась самопомощь, не поддержав документ оппозиционный блок. Законопроект, который вы предлагаете, базованный на принципах авторитаризма. Это не поединение системы. Цивильный парламентский контроль – это не декларации в законе. Цивильный парламентский контроль – это прозорый оборонный бюджет, который сегодня стал для большинства или для многих из вас комерцией. Все это начало передвиборчей кампании, поэтому влада пытается изменять порядок денный у общества. Надо людям рассказать, что сейчас самое главное вопрос, это принятие закону про национальную безопасность, а не, например, уменьшение цен на продукты харчевания и одежду. Надо говорить о том, что сейчас наиважливые вопросы все сосредоточены вокруг реформы Рады, которые на самом деле не будут в этом складе Рады, а не заниматься тем, чтобы уменьшить внешний барх. Поэтому порядок денной Рады должен быть спрямованный на то, чтобы уменьшить тарифы, для того, чтобы развязывать проблемы накопиченных бархов. Когда все законы, принятые сегодня в первом чтении, утвердят окончательно большой вопрос. Как правило, корректируют документы на РДПы не один месяц. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.